Жирни даб, тип нереально хорошо делает видосики, но назвал себя жирни даб, отчего до сих пор 82 тысячи подписчиков только. Кхм-кхм-кхм, Блэк Сквэр, чё ты не можешь сказать, Аджирагуджу, Сарту и Хокус. Погналииииии. Максим, а мы на старте по E2 залетать будем? Да, я ж говорю, абсолютно точно 2. Такс, ты должен весь стрим говорить о 2000 плюс людей, которые тебе каждый месяц на бусте башляют. Это тоже, блядь, святые люди. Но я обещал, хоть тут, я не наебал, я хоть что-то делаю туда. Я как бы там есть контент. Раньше никогда не замечал... Ой-ой-ой-ой-ой, что-то я забазбустил его. У меня такие тихие наушники, что-то не то происходит. Или может оно просто наконец-то добралось до меня? Никогда не придавало этому какое-то значение, но оно так сильно засело... Ребят, у меня такая жопа с наушниками. Нормально слышно? И не буду, хотя не уверен, стоит ли слишком много причин, чтобы это не делать. Но не буду вдаваться в подробности. Заебал пиздец. Недавно десятки аккаунтов пытались нещадно задоксить меня в Твиттере. Но, что самое странное, всем этим аккаунтам не больше двух дней. И, естественно, я их сразу же зарепортил. И ничего не произошло. Проходит два дня, а все эти аккаунты все еще на месте. Внезапно Илон Маск приходит ко мне, точнее, Твитт обо мне, а у меня не так много подписчиков. И магия, спустя два часа у меня слетает монетизация. И я просто в ахере. Без понятия, что привлекло гения-миллиардера к моему аккаунту, но он решил использовать свой авторитет. В этой всей ситуации... Эм... Это максимально странно. Но я заметил еще кое-что. Если вы в тот момент сидели на стриме, то понимаете, о чем я. А оказывается, в Твиттере просто... Умема фейковых аккаунтов. Но мы же и так знаем, что Твиттер наводнен ботами, да? Но я и думаю, ладно, это просто какие-то всраты аккаунты. Я никогда не изучал этот вопрос, не вдавался в подробности. Но вот есть один странный вид ботов. Эм... Все они общаются в определенной манере. И, судя по всему, имеют какой-то запрограммированный паттерн. Мне кажется, что они специально общаются между собой, чтобы казаться живыми. Но если мы зайдем в их медиа, то увидим вот это. Они постят одну и ту же картинку много-много-очень много раз. И если вы прям почти уверены, что какой-то аккаунт-бот, остается только посмотреть его комментарии и кто ему отвечает. Вот, например, этот парень ненастоящий человек. Как это? Видите? Это ненастоящий человек. Это не человек. Это не Россия. Вы же тоже это видите? Он ненастоящий. Понимаете? Его просто... Он too handsome. Его не существует. Видите? Так вот, если пролистать его аккаунт и посмотреть, с кем он переписывается, то, как они переписываются, о чем они говорят... А, вот-вот-вот, этот аккаунт мы открывали. Вот он. Это тоже фейковый аккаунт. Видите? Он мне как-то писал. Вот-вот-вот, видите эти картинки? Они все такое постят, выкладывают одну и ту же картинку снова и снова. Если мы пойдем дальше... А, вот он переписывается с Джеффри. Погодите, он отвечает только Джеффри? Судя по всему, он переписывается только с ним. А, вот какой-то О'Коннелл, или как его... Крутой твит, Джефф. Спасибо, Альберт. Мои твиты никогда так не залетали. Этого человека не существует. Трамп 2004. Что это вообще значит? Чистокровный американский альфач. Худший кошмар леваков. Че? Все еще не чувствую рот, хотя вышел от стоматолога два часа назад. Возможно, я умру. Это фейковый аккаунт. Этого человека просто не существует. Не хожу к этим стоматологам-либералам с 11 сентября. Благодаря твоему твитту пойду. А что с этим аккаунтом? Я на выбор никогда не ходил. Че, твою мать! Короче, я не спал прошлой ночью. Часами листал эти гребаные аккаунты, вы понимаете? И я, если честно, я уверен, что они фейковые. Все эти люди не настоящие, вы понимаете? И вот они болтают о спорте. Они слишком правильные, понимаете? Правда? Я уверен, я точно уверен, что это фейк. Этого человека не существует. Пруфы. Я прям уверен. Или пиздобол. Вот этот парень. Он точно не настоящий. Он не настоящий. Пишет, что может быть лучше такого утра, да? Вон там, белая нога. Это фейк. Вот, посмотрите сюда. Этот пост сделан в 2024 году. Видите? Запомнили? Это фотография из реддита. Это пост на реддите двухлетней давности. Понимаете? Вы понимаете, что это не настоящий человек? Да? Это фейк. Его не существует. Конечно, можно не всматриваться в фото, но... Вот я пригляделся и понял. А... Неужели мне отвечают только боты? И пытаются... Пошутить про то, что я куколт? О? Я... 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 Я не понимаю. Ладно, так. Недавно в чате мне скинули ссылку на YouTube вот этого чела. Меня зовут Эйган Челакин. И я же преподаватель разведки. Подготавливаю к службе сотрудников разведки. Я работаю в области разведывательной составляющей национальной безопасности. Видео на три с половиной часа. Поглядите. И в нем есть странные лаги со звуком. Я решил загуглить хоть какую-то информацию про этого мужика. Мы с чатом искали его минут 20. И я вообще ничего не нашел. Осуждаю. Что там такое? У него мощный послужной список. Да, у него очень необычное имя. Серьезный послужной список. Но я не могу найти хоть какую-то информацию о нем в интернете. Типа... Кто он? Ну и... Что это за человек? Посмотри комменты под его видео. Я посмотрел. И там находятся одни боты. Сто процентные. Это манера общения. Они пишут определенным образом. А еще... Это произошло вчера вечером. Вчера вечером мы общались в чате. Стрим был выключен. И мы в чате... Обсуждали всю эту историю. И внезапно в чат пишет... Какой-то аккаунт. Аккаунт... С очень странным именем. Его звали НЕТ, нижнее подчеркивание, Хелп Месседж, нижнее подчеркивание, 2221. И он пишет... Кто там говорил, что Челакин не настоящий? Я нашел материал из судебного дела, В котором он, видимо, замешан. Похоже, этот мужик неадекват. Он тегает сайбервигана, Который помогает мне чекать такие вещи. А затем еще и меня. Приложив те же материалы. И... Этот аккаунт был создан за две минуты До того, как он зашел ко мне в чат. Это не смурф, Ноль совпадений по IP-адресу, Пустая история сообщений в чате. А на часах было... Ну, где-то... Где-то три ночи. По центральному часовому поясу. И я... Я пробил его аккаунт по IP. Как он так у нас тревога делал в Висконсине? Ну, или IP-адрес из Висконсине. Я решил посмотреть, Как он отрезовался на моем сайте. У него почта называется Destiny1333337Gmail.com Бля, не пугайтесь! Ну, а дальше хуже. Я открываю... Судебные материалы, которые он прислал. И там написано какая-то полная дичь. Я прочитал только первую страницу, но... Я... Я не знаю, что я пытаюсь доказать, но... Но, в общем... Вот. Окружной суд Соединенных Штатов по округу мысач... Что там было? Бэйби Поппи! Блядь! Кто замешан в этом? Ну, в общем... Вот. Окружной суд Соединенных Штатов по округу Массачусетс. То есть мы смотрим на дело окружного суда, В котором задействован этот мужик. Ален Эйгон Челакен. Против. ФБР. Округа Массачусетс. Но этот шрифт не используется в судебных документах. И в названии штата опечатка вот здесь. Это дело вообще существует? Как они запихнули его на официальный сайт? Дело лежит на gov.info.gov. Здесь все ок. Просто скажите мне, что этот мужик существует. Может, он реально существует? Мне просто надо это понять. Просто скажите мне. Фотальная ошибка. Меня зовут Эйгон Челакен. Или же человек с этим именем существует, И какой-то бот просто украл его личность. Я хочу разобраться, и мы с вами это узнаем. Я Эйгон Челакен, специалист по физике частиц. Работавший в известнейшей лаборатории физики элементарной частиц. Это просто старые так разговаривают. Я активно участвую... Стоп, 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 стоп. Что ты только что сказал? Что? Так, стоп, погоди. Не отвлекаемся. Просто это... Это сумма, потраченная на дискредитацию... Антра, эквивалент на стоимость... О, там десятка. Да ну нахуй. Это сумма, потраченная на дискредитацию... Эта сумма будет потрачена на дискредитацию. Алхимик. Я тоже замечал... Алхимик говорю, блядь. Я тоже замечал, что у нас в чате много ботов. Присмотритесь-ка они сами. Он постоянно пишет про 3D-моделирование и акул. И еще к 3DS папе она постоянно пишет про вагинки. Дайте-ка я проверю. Сейчас я найду их книги в чате, я проверю каждого. Ребят, ну кстати, совершенно не релейтабл, блядь, вот эта вот вся история, тематика. Во-первых, посмотрим, он сможет доказать, что этот дед якобы аишный? Если это аишка, то она настолько хорошая, что это какая-то должно быть типа закрытая версия в разработке, блядь, настолько прорывная, но ее еще нигде нет. И судя по всему, где-то ее обкатывают на каких-то задворках интернета, чтобы она научилась или что делалось, то, что она делает, блядь. А если нет, то как бы, не знаю, в чем замес, блядь, не особо похоже. А в чем проблема, блядь, деда нанять? В чем проблема нанять деда? Чисто ролик снять. Ну, наверное, проблема в том, что надо нанять деда и дать ему денег. Ну да, я бы тоже, хуй, деду деньги дал. Пиксельбот, да, это ты? Он даже назвался так. Пиксельбот. У меня буквально в чате Пиксельбот, блядь. Так, ладно, давайте добьем, дослушаем. Стоп, погоди. Антра, эквивалентна стоимости единой. Антра, начинаю на дискредитацию. Антра, эквивалентна стоимости. Ну, где-то слабо базарит, как Байден, который сервис в подгузники. Там, 18, 18 тысяч. Да, что за хуйня, ты смеешься, что ли? Почему? Почему у него два микрофона? Что за хуйня в натуре, подожди. Блядь, он скинул, причем он скинул с какими-то копейками. 901 рубль 8 копеек. Такое ощущение, как будто бы нажал, знаешь, на кнопку все с карты. Просто не в деньгах счастья. За бумажки ни людей, ни жизни не вернуть. Не беспокойся, они не последние. А имя-то и есть ник с щепоткой загадочности интереснее. Имя-то и есть его ник. И у него какая-то темная судьба типа Бэтмена. И он не хочет об этом рассказывать, но он мистический и загадочный. Кидает мне ебанутые суммы денег. Опять же, как Бэтмен, как миллиардер. Нет, ты главное слово не вычленил из этого. Какие, какие? Людей не вернуть за деньги. За бумажки людей жизни не вернуть. Блядь, у типа что-то случилось, пиздец, ребят. А да, что-то сложное. А у меня как раз язык развязывается, я уже потихонечку пьяный. Сейчас бы не ляпнуть, ничего лишнего, пиздец, ребят. Это бот, говорят? Попроси у него трусы. У него это у кого? У имени. Имя. Мне нужны новые трусы. Привет, давно не видели, сразу же ты вернулся. Спираль тема тоже глянуть хотел, так что ты попал в яблочко. Там еще собирается выходить дан-дан-дан. Дебильный стены, может, глянем опенинг. Если аниму будем смотреть, то глянем. Привет, Дав, как дела? Андрей Пакетов. Ты пока не родила, не знаю. Слышал историю про доставщика и хавку за полцены? Блядь, как я жалею. Чисто буквально подрубал стримец с таким хорошим настроением. И вот вспомнил эту историю и сижу только про это и думаю. Какой же обосрам. Интересно, что там было. Наверняка охуенная вещь. Да это я тогда голодный не был. Сейчас бы я ее въебал бы за фулл ценник за 1300. Просто ни в деньгах счастья за бумажки. Ой, блядь, это что такое вообще? Сейчас будем досматривать или дочитывать. Я даже не знаю. Блядь, я на самом деле даже не знаю, братан. Я, короче говоря, уже разговаривать не могу. Я даже не знаю, что думать и тебе сказать. Я не знаю, как тебя утешить. У меня тоже в жизни люди терялись в этом плане. И да, переживаются это. Блядь, просто единственная мысль в том, что... Ну, в том, который он написал. В том, что это как бы необратимость. Это как бы часть жизни, наверное. Природа у нас такая, наверное. Да, да, да. Причем... Пожди, сейчас я еще ебну. Че ты ржешь, сука, если бы ты со мной хотя бы пил, блядь? Че ты водка, понял? Тяжелая оказалась. Иногда бывает выпьешь и легко идет. И, короче, покайфуй. Музыку хочешь поставить и попиздеть. А ничего, будто бы, блядь, Майк Тайсон в подбородок дал. Я сейчас еле держусь вообще, чтобы понимать, что происходит. Смотри, дальше там пиздец. Я тебе просто сказал, ну, это, наверное, просто так вот, типа, и происходит. То есть, да, то есть, ну... Да, 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 да. Ну, я не знаю, я ему говорю... Слушай, я ему говорю честно. Я ему говорю то, что... Ну, тут ебнуть надо, тут ебнуть надо. Тут надо ебнуть, во-первых. Я ему говорю честно, что я знаком с этой ситуацией. Единственное, что мне помогло, это осознание, что, как бы, блядь, по-другому не бывает только... Иди нахуй! Чё ты отблажёшь? Я ещё раз съёбну сейчас. Я просто подержать типа хотел. Капец ты в гараж. Выпьем и поеду, и поздно. Фу, блядь, фу. Кто-нибудь со мной опьёт в чате? Плюс в чате, пожалуйста. Ты внутри как Дон Симон сидишь. Да, да, да. А я вот раньше... Да, да, да. Так, ещё раз спасибо тебе имя, братан, за такой подгон, за такой подарочек. Это приятно как минимум. Ну, что я могу тебе сказать? Крепись, держись. Я с тобой лично. Я всё понимаю. Видишь, он ржёт нахуй надо мной, над тобой. Привет, Максим. Я тоже замечал, что у нас в чате много ботов. А, это алкохимик писал. Алкохимик, тебе тоже спасибо большое. Ещё хотел попробовать... Побугуртить на ББ, ты прикинь, я оказался двуличным лицемером. Он загорелся... Тихо, тихо. Ты прикинь, я оказался двуличным лицемером. Он в разговоре с одним стримером может говорить одно мнение, с другим другое. Бля, лучше бы ты не знал, что я вообще говорил где. Ещё говорит, что он не богатый, но при этом говорит, что за 25к за 8-часовой стрим это мало. При этом подрубает три раза в неделю, минимум раз в месяц крутит алк на 500к рублей. Раз в месяц крутит алк на 500к рублей, ребята. Так можно было, блядь, если вместо бусти, блядь, крутил бы алк как ББ, блядь. Это же вообще охуенно. Раз в месяц крутит алк на 500к рублей. Да я святой, нахуй, я Будда буквально. Я толстый Будда, ушастый. Я считаю, что можно на самом деле вон как ББ доить, блядь, как с фермой. Пиздец, блядь, я видит. Я ему давал рейд когда-то давно, когда у него мало ещё было. Он нас нахуй послал просто так. Как это? Просто так? Ну типа, да что-то зарейдили, типа смотрю, кто-то, ну там что-то знакомое. То ли там в жофриках типа сидел, типа вот эта группа твичовская. Взял нахуй, послал. Просто иди нахуй сказал? Ну типа всем, кто зарейдил. Чё за хуйня, пошёл нахуй. Как он смеет? При этом подрубает три раза в неделю и минимум раз в месяц крутит алк на 500к рублей. Минимум. Ну он хотя бы подрубает три раза в неделю. Это хотя бы что-то. Бля, алки, походу нормальная тема, блядь. Имя, ты здесь, ты готов? Ты готов на алк. Ну что, готовы? Раз он продолжит смотреть? Бебей. Может один запасной? Стоп, у него два микрофона, это косяк от нейроссетки. Стоп. Стоп, запасной? Wait a minute. What the fuck? Блин. Чел, меня зовут Эйгон Челакен. Я состою... Десять месяцев назад. Так, погодите, он настоящий, это не фейк? Посмотри на фотографии. Для чего-то продолжение первого доната, прочитай, пожалуйста. А, окей, сейчас. Реагирует как в аниме. Так, может я просто загнался? Может фото просто плохого качества? Блин, я схожу с ума. Что это вообще? Посмотри на название книг. У них нет названий. У них нет названий. У них нет названий. Как их различать тогда? Никаких названий нет. Здесь вообще все странное. А это... Что это за странная поза? Что это? Что с этим фото не так? Это... Так, секунду. А что... Что насчет фото на его сайте? Настоящее фото. Эти руки вообще настоящие? Что я вообще... Я не понимаю. Я не понимаю, что происходит. Так, еще. Лица женщин на всех фото идентичные. Чат говорит, что это одна и та же фотка. Реально? Да, Хобус, теперь я тебя заплачу. Нет, не верю. Нет, стоп. Уфа хайдентикл, вуман, глич. Это фейковые фото. Семь тип оф шит, вуман, глич. Что за жесть? Что за жесть? Я реально сейчас сойду с ума. Как будто я лезу туда, куда мне вообще не стоит лезть. Даже смотреть в ту сторону не надо. Возможно прозвучит... Сырича, картюк скинул. Вообще, я люблю жизни. Никогда не хотел умирать. Никогда не думал об этом. Я говорю, что это всякий случай. Это что такое? Просто думаю, что я должен вам это сказать. Ладно. Я люблю свое дело, скоро вернусь. Должен вернуться завтра. Это весь видос? Ну, ожидал, конечно, чуть-чуть поглубже, чуть-чуть помощнее. Но по факту, да. Ну, не знаю, что это такое. Ну, короче, блядь, обкатывают они эти нейросетки, которые боты. Потому что боты приносят бабки, блядь, все еще. Не знаю. А в чем, как бы, страх? Вот эта вот история, типа, теория мертвого интернета, что якобы в интернете в какой-то момент станет 90% это аишка, которая будет между собой, блядь, базарить и контентом делиться, и имитировать, типа, бурную жизнь интернета. А мы будем на 2Ч только сидеть. Правильно? Вот это вот, да? Я заебись. Я не буду. Я, говорит, думал, что это будет про игру Destiny. Не-не-не. Это ник стримера. Страх, что нас ебут. Пишет. Нажми на ножки, пожалуйста. Славмайор пишет. Так и так же видно хорошо. Хочу Ocean Eyes Break or Mix. Ребят, я, если честно, теряю управление над стримом. Для меня сейчас вот эти два экрана, нахуй, все кнопки, как, блядь, какой-то этот самый, сверхзвуковой джет. Я нихуя не пойму.